В Чувашском государственном университете теперь работают и современные медицинские лаборатории. С работой капитально отремонтированного учебного корпуса по улице Пирогова сегодня познакомился глава республики. Михаил Игнатьев поговорил со студентами о профессиональном призвании и перспективах развития здравоохранения. Подробности у Дмитрия Ковалева. Это первый человек, которому один слава с недели. Вот так по эмбрионам в банке студентов-медиков учат, как надо выхаживать недоношенных детей. По статистике, раньше срока в республике рождается каждый десятый ребенок. Специалисты перинатальных центров уже могут спасать такие жизни. Новые технологии приходят на помощь ко многим больным пациентам. Вновление навсегда идет, электронная техника, совершенство, новое оборудование еще появляется. Мы предполагаем, мы не остановимся. После капитального ремонта лабораторные корпуса университета оснащены современной аппаратурой. Для подготовки медиков приобрели и цифровые микроскопы. Студенты изначально не знают, с какой возрастной группой имеют дело, потому что видите, все зашифровано. На капитальный ремонт учебного корпуса направили свыше 40 миллионов рублей. Глава региона отметил, что это инвестиции в подготовку квалифицированных кадров. Только в этом году медицинский факультет университета закончили 640 студентов. Для молодых специалистов в республике открываются большие возможности. На развитие здравоохранения в ближайшие пять лет в бюджете заложили многомиллиардные суммы. Огромные, как бы сказать, возможности есть у нас. Мы пользуемся этим и создаем уже для самореализации, прежде всего, медицинских работников. Мы ежегодно практически сейчас выделяем на здравоохранение не менее 21 миллиарда рублей. В рамках национального проекта в республике намерены отремонтировать каждую поликлинику. Квалифицированные специалисты ценятся на селе, отметил глава региона. Это ответственность огромная, заниматься лечением людей, касаясь лечебного дела. Все настроены вы? Работают. Сейчас есть программа «Земский доктор», знаете, да? Миллион, пятьсот тысяч, плюс еще жилье, квартиры, земельный участок бесплатно, безвозмездно. Родина вас нуждается, Родина вас ждет. Вы уверены в этом? Оснащение лабораторий продолжится. Планы на будущее, это порядка 18 миллионов, для того, чтобы доукомплектовать те учебно-научные лабораторные комплексы, которые есть. Студенты медицинского факультета вновь среди стипендиатов правительства страны и президента. Свидетельство о лучшем из лучших вручил глава региона. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Андрей Спиридонов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин